В 11 часов вечера жильцам общежития, расположенного в районе остановки Портовая, пришлось повременить с ночным отдыхом и покинуть свое жилье по пожарной тревоге. Верхние этажи утонули в едком черном дыму после того, как на площадке восьмого этажа загорелся холодильник. Диспетчерам караулы доложили о 19 спасенных, в их числе были и дети. Те, кто жил на самом верхнем этаже, смогли покинуть свои квартиры до того, как в общем коридоре стало нечем дышать. У вас как на этаже было сильное задумление? Нормальное, да, сильное. Как освободили, в каких-то масках? Нет, просто спустились, ушли и все. Дышать было чем? Да, конечно, нормально, выбежали все. Владельцам комнат на восьмом этаже повезло меньше. На улицу их выводили в специальных масках, которые пожарные подключали к баллонам своих изолирующих масок. Старый бытовой прибор, ставший источником бед этого вечера, хозяйственной ценности не имел. Скорее, это был предмет подъездного интерьера, символ лени. А потому что вот такие ненормальные люди есть, безответственные, которые, ненужные вещи, нет, чтобы выбросить с балкона, по крайней мере, нет, они ставят сюда в мусорку. И это постоянно горит. По словам женщины, именно оставленный жильцами мусор с незавидной регулярностью становится причиной ЧП. Его то поджигают хулиганы, то, как в этот раз, воспламеняет непотушенная сигарета. На шестом этаже эту проблему решили просто. После того, как в очередной раз у мусоросборника загорелся чей-то хлам, жильцы поставили металлическую дверь, чтобы удержать случайных гостей от соблазна кинуть окурок. Дети отдыхают, дети, внуки, внуки. Вот мы вытащили мусор, закрыли, и все, у нас чистота и порядок. Был у хабаровчанки на готове и рецепт для тех, кто не хочет тратить деньги на благоустройство подъезда. Соседям она предложила поучиться у итальянцев, избавляющихся от старых вещей в канун Нового года самым коротким путем. А вынести есть куда поблизости? Моя хорошая. Вот он, балкон, вытащил и выбросил с балкона. Все, никаких проблем. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.